В эфире РБК Алфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Сейчас главные региональные новости к этому часу. На ремонт и содержание всех видов автомобильных дорог в Башкортостане в 2018 году планируют направить более 26 миллиардов рублей. Это на 2 миллиарда больше, чем в нынешнем. 17 миллиардов из этой суммы поступят из Дорожного фонда региона. 9 потратят на федеральные трассы, которые проходят по территории республики по линии управления автодорог при Урале. При этом федеральная компания увеличивает объем финансирования на 1,5 миллиарда рублей. В управлении заявляют, что одним из приоритетов для них станет завершение капитального ремонта некоторых участков трассы Р-240 Уфа-Оренбург. И здесь у нас план до конца следующего года привести дорогу нормативное состояние, чтобы обеспечить комфортный и, в первую очередь, безопасный комфортный проезд для жителей Кумертау, Салаватами, Лёздсу или Томаку. Потому что эта дорога интенсивно, ежедневно эксплуатируется жителям нашей республики. По данным на сегодняшний день, дорожники привели в нормативное состояние 390 километров федеральных автодорог с начала года. Это обошлось в сумму около 6 миллиардов рублей. В компании отмечают, что не все подрядчики выполняют работу качественно. С ними расторгают контракты. Зачастую это происходит в судебном порядке. Башнефть в очередной раз подняла цены на бензин. В Уфе стоимость популярных марок в среднем выросла на 10 копеек за литр. Теперь АИ-95 Атум на автозаправочных станциях Башнефти стоит 39 рублей ровно. АИ-92 – 36 рублей. Стоимость дизельного топлива достигла отметки в 39.40. Напомню, в предыдущий раз Башнефть поднимала цены на бензин 22 ноября. Тогда дизель вырос в цене практически на 8%, а бензин в среднем на 4%. В это время реальные доходы населения региона продолжают падать. Так, средняя цифра на душу населения в Башкортостане в сентябре текущего года, согласно официальным данным Башстата, чуть более 32 тысяч рублей. Это на 1500 или на 6% меньше, чем в сентябре прошлого года. Если отталкиваться от этих данных, житель Башкортостана может в месяц себе позволить купить 608 килограммов хлеба, почти на процент больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Либо 528 килограммов риса. Здесь рост на 7%. 632 килограмма сахара плюс 25% 728 литров бензина. Спад на 3,5%. 55 килограммов сливочного масла. Здесь минус почти на четверть. Доходов также хватит на оплату 11 300 киловатт-часов электроэнергии. Или на 5% меньше, чем годом ранее. Экологическая ответственность бизнеса и преодоление накопившихся проблем по защите окружающей среды. Эти вопросы обсудят на общероссийском экологическом форуме «Комфортная среда. Экология законодательства». Он пройдет в отеле «Шаратон» 2 декабря. В работе примут участие депутат Госдумы Павел Крышининников, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, глава Башкортостанского отделения Ассоциации Андрей Назаров, а также руководители органов власти республики и ряда соседних регионов. Каждый практикующий юрист, вне зависимости от того, какой специализацией он занимается, конечно, должен принимать активное участие в работе общественности, в работе таких сильных организаций, как Ассоциации юристов. Но это очень интересный форум, и я уверен, что здесь каждый найдет тему для себя по своей специальности. Приходите, не пожалеете. Деловая программа форума, дискуссионный клуб о взаимодействии бизнеса и экологии, круглый стол об экологическом контроле общественности, а также пленарное заседание о новых законодательных инициативах и экологической ситуации в стране и регионе. В рамках развлекательной программы участников ждет показ экологической моды и дегустация экологически чистых продуктов. Приглашенная звезда, поп-певица Глюкоза. Регистрация на сайте ecodefizforum.ru. Форум стартует в 10 часов с бизнес-завтрака в ресторане «Росинский». Далее смотрите новости компании и проектор БКУФА. Интервью не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова